К трагедиям с необратимыми последствиями. Страшным пожаром на предприятиях может привести действующие моратории на проверки бизнеса, поэтому его необходимо отменить. Так считает Сергей Тимофеев, командир отделения Паратунской спасательной части, ветеран пожарной охраны. За плечами Сергея Афанасьевича опыт работы инспектором Госпожнадзора. Этот вопрос очень болезненно я воспринимаю. Когда забрали права у Государственного пожарного надзора, лишили прав. Вы представляете, если мы в то время, когда мы работали, мы приходили на объект, смотрим, что руководитель предписания не выполняет, объект находится в пожароугрожаемом состоянии, мы его просто закрывали постановлением начальника инспекции Госпожнадзора. Сейчас же, чтобы закрыть пожароопасный объект, надо собрать очень много документов, принести в суд и судья рассматривает. Судья может решение принести, либо закрыть, либо не закрыть. Говоря о наболевшем, командир отделения упомянул такие случаи, как пожар в Пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году и возгорание в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» в 2018. Трагедии унесли жизни сотни человек. Последующие проверки в организациях показали нарушение требований пожарной безопасности. Вы сами видите, массовые пожары – это складские помещения, торговые центры горят и так далее. То есть ослаблен Госпожарный надзор очень сильно. И мне бы хотелось, чтобы правительство, а может даже на уровне президента, вопрос этот быстрее решился и отменили мораторий проверять объекты Госпожарным надзором. Это очень важно. И все это должны понимать. Напомним, мораторий на проверки бизнеса впервые ввели в 2022 году. Сейчас он продлен до 2030. Инициатива коснулась надзорных мероприятий, которые проводят в том числе МЧС, Роспотребнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор. Причина моратория обозначена так – необходимость в снижении нагрузки на участников рынка в условиях санкций и стимулирования развития экономики.